Простуда от ревматизма, сосуды расширяет, сужает любые. Коньяк всегда полезен, но дорогой. Потому и дорогой, что очень полезный. Ну, а у кого сердце больное, тому коньяка не надо. Водку с перцем. Но только надо всё это помешать поровну. Туда чуть-чуть креплённого. Две рюмки. Не больше. Лучше три. Ну, можно и четыре. Всё это перемешать. Когда же очнулся и не найдёшь, где сердце. Вот пусть кто хочет, ищет, не найдёт. Да это в журнале было, в науке бытии или ещё в каком. Ну, не помню. Профессор один себя вылечил, детей подлечил. Всё этим. Перец, водка, сухое, креплённое. Там и таблицы есть. Я не помню, в каком журнале. За прошлый год. Да подшивку можно взять. Только пишет беременным женщинам, нехорошо, нельзя. А без перца можно. Состав тот же. В журнале вокруг мира один профессор, значит, пишет. Суставом смазку даёт 150 зубровки, 200 мицного, 250 олиготе, 3 семёрки, 300 санцидару и ацетон. Ну, только капельку, чуть-чуть, так, для запаху. Забываешь, где суставы. А вот желудочно-гастритиком надо осторожнее быть. Ну, нельзя этого, ничего. Ни олиготе, ни марочных. Для них гибельно. А спасает спирт с хреном. Но потом 2 часа ничего не есть. Только пивом запивать и терпеть. Профессор один пишет. Только этим себя и поднял. А вот академик один, после инфаркта месяц лежал, пластом лежал, начали спиртом отпаивать. Через день встал, бегает. Случай-то описан был. На Кавказе было, в горах он лежал. Ну, как лежал, как безнадёжный. После трёх стаканов сам с горы сбежал. Внизу его родные все знали. Внуки там, ну, жена, ну, все-все-все. Шутка ли, покойником был. Ну, хорошо, кто-то догадался самогон увлить. Бегает академик-то. Сейчас он кандидатскую защищает. Это же знать всё. Надо знать, что против чего. Ну, к примеру, брага. А она ведь хорошо почки прочищает. Сивуха даёт печени, прострелом. Навсегда. Насквозь. А на мозг, пожалуйста, хорошо действует древесный ваг. Но спиртовый. Правда, надо подогревать. Ведь когда всё время о здоровье-то думаешь, ведь знаешь, что против чего. Девушка. И мне. Валидолу. И синтуки. И чего-нибудь от печени. Вот вы мне не верите, что в мире всё связано друг с дружкой. Я вам докажу. Научно докажу. Недавно, в неделе, прочитал я факт. Любопытнейший факт. В Америке, в Африке, не помню где, неважно, были джунгли. Растительность в чайской жизни. Жила там мушка. Маленькая вроде, безобидная мушка. Ну, жужжить. Правда, надо сказать, кусала. Кусала она людей и зверьё. И надумали люди её извести. Посыпали они, как, ну, джунгли, ДТТ и какой-то другой дрянью, не помню. И пропала мушка. Не исчезла мушка. Нету мушки. И что же вы думаете? Страшная вещь. Пропала мушка. Пропали птички, которые ей питались. Пропали птички. Появились лучки и тараканы, которые всю зелень сожрали. Пропала зелень. Пропали косули, антилопы. Голод. Пропали тигры, львы. Захерели джунгли, суховей, ветры, пустыня. И всё это из-за маленькой мухи. К чему я это говорю? Тут другая цепочка имеется. Вот вы мне скажите, отчего в мире существует прогресс? Работают фабрики, заводы. Делают всё новое, от того, что им наука помогает. А почему им наука помогает? О том, что учёные по ночам не спят, мысли кидают, идеи. А почему они идеи кидают? Да потому что я им по ночам спать не даю. Пою. А почему я пою? Да потому что я пью. И не могу, и буду пить. Так вот скажи мне, друг мой, имею ли я право, учитывая всё это, хоть один день не пить? Никакого. Не имею. История мне этого не простит. А почему? А почему? Да!